Как сказать слово «грузовик» по-русски, Пэк Кисеок, конечно, не знает, поэтому может только показать на него пальцем. Зато точно знает, такого транспорта на дорогах современного города должно быть как можно меньше. Пэк – инженер-консультант японского института. Он приехал поделиться опытом, как использовать энергию так, чтобы жить под чистым небом. Важный загрязнитель воздуха – выхлопы транспорта. Все автомобили можно разделить на пять категорий. Так вот, автомобили категории 5 не должны ездить по городу. А чтобы снизить воздействие на экологию, нужно принимать законодательные решения. Но транспорт – это только часть проблемы. Для многих красноярцев энергия будущего ассоциируется с ветряными мельницами и солнечными батареями. Но в крупных промышленных городах, тем более с суровым климатом, тепло и свет чаще всего получают традиционно – из угля. А значит, нужно экономить энергию и развивать экологичные технологии, говорят эксперты. Солнце, ветер точно не будет уклона, потому что здесь достаточно серьезно у нас развита угольная энергетика. Другое дело, понятно, какие-то экологические и прочие моменты будут развиваться, поскольку нужно минимизировать негативный эффект, вот всяких вот этих черных неб. Приехали сегодня в Красноярск не только эксперты энергетики из Кореи и Болгарии, но и со всей нашей страны. Мэр Сергей Еремин, который, к слову, и пригласил наш город ведущих специалистов, готов принимать предложения. Мы зачастую вот в процессе нашей жизни начинаем где-то даже принижать неоправданно трольк энергетиков. Почему? Все хорошо, все светится, все смерцает и так далее. Все работает, крупные предприятия у нас работают, и вроде бы все хорошо. Но любой инвестор, понимающий развитие территории, скажет две простые вещи для того, чтобы все закрутилось и заработало. Первое – энергетика, второе – транспортная инфраструктура. Специалисты отметили, энергетика – это не только уголь и печи, скорее наоборот. Работа над совершенствованием предприятий, экономией энергии и новой системой очистки – это путь к современному мегаполису. Алена Крашенинникова, Александр Тропин, Новости ТВК.